Всем привет, ребята! И снова майнинг. Как видите, это все не покидает нас. До сих пор люди занимаются, как и я. Вот и 6 дополнительных карт. Увидел, что на NiceHash появился новый OS и называется NiceHash OS. Посмотрев интернете, я не нашел никакие ни видео, ни нормальные инструкции. Разве что PDF-документ, который есть на самом сайте NiceHash. Proton снял довольно прикольное видео о том, как там в кабинете и все остальное. Но я бы хотел с вами поделиться об этой OS. Все инструкции, как записать флешку и так далее, вы увидите уже после этого предисловия. Но поверьте, оно вам будет полезно, поэтому посмотрите. Плюс этой OS в том, что не нужно использовать HDD или SSD. Нам достаточно любой флешки, емкости больше 1 гига. Та же самая HiOS нужно, по-моему, больше 8 гигов. То есть подойдет любая флешка, там образ занимается 500 мегабайт. То есть 500 метров всего лишь и наша OS полностью работает. Момент такой, что если вы записываете на 7, после этого все запишется, вы не сможете найти файл конфиг, потому что раздел у вас не сконфигурируется. Если вы вставите на Windows 10 вашу флешку, вы увидите раздел и там будет файл конфигурейшн. Вот туда нам нужно будет вставить только с нового кабинета адрес биткоина. После этого нам нужно просто вставить флешку, отключить все внешние HDD и так далее. Она просто сама загрузится с этой флешки и далее вы увидите следующее. Вы увидите вот такой вот экран и здесь будет писаться, что на скэш введите логин. Вы можете ввести N-host и второй раз нажать Enter. Но вы можете его даже и не вводить. Я даже не вводил и у меня все прекрасно работало. Экран нам тоже, кстати, не нужен. На сайте пишется, что нужна только флешка и клавиатура, которая вот у меня подключена. Никакие статистики вы здесь не увидите. Итак, если вот эту флешку, которую я втыкнул, запустить на десятки, у меня здесь стояла десятка, вы увидите раздел Configuration, там будет, вы просто нажимаете изменить в текстовом документе и вставляете в биткоин адрес, который вы можете взять вот здесь. Адрес для майнинга. Давайте сейчас нажмем. После этого вы увидите видео, как записывать флешку. Вот, берете отсюда этот адрес и туда вставляете. Сейчас уже прошло где-то минут 20, это точно. И вот моя фермочка работает. Вы видите, что температуру, в принципе, она держит не больше 63 градусов. То есть, в принципе, она у меня манила где-то сутки, и она мне больше градусов, ну, как бы не поднималась. Да, она манит профитные монеты, она сразу, когда вы запуститесь, вам нужно будет подождать. Ничего здесь вы не увидите, вы смотрите в личном кабинете. Вот, вы здесь увидите, что будет происходить бенчмарк. Когда пройдет бенчмарк, вы увидите, что все фермы работают, есть какие-то есть вопросы. Здесь видите, что есть высокое потребление, то есть, ну, здесь можно, как бы, занижать, да. Ну, я поставил высокое потребление, правда, надо будет посмотреть, какое у меня идет, сколько ватт живет. Потому что у меня на Windows, на, ну, как бы, даунвольтинге и все такое, у меня 6 карт, жрала что-то в районе 640 ватт в час. Здесь, я не знаю, так как это, в принципе, тоже прожорливый алгоритм, но увидим. Мы видим, что 6 карт зарабатывает уже 2 доллара, хотя было только что 3 доллара с половиной. Это не так. Мне показалось даже до 5 долларов, когда я манил, но в итоге вы видите, что у меня всего лишь 2 доллара на балансе. То есть, как бы, это все врет, потому что здесь, если зайти на рынок мощности, этот рынок намного, намного ниже, чем тот рынок, который идет на старой платформе. Здесь классно, что есть всякие обменники, торги и так далее, да, но не в этом суть. Давайте мы вернемся сюда и видим, что, как бы, майнинг у нас происходит и здесь можно будет смотреть статистику, какая температура, происходит ли майнинг, какая нагрузка на видеокарту, сколько оборотов в минуту идет самого кулера и остановить и потребление. В принципе, нам больше не нужно, но, как бы, зарабатывать здесь много не будет. Поэтому, ребята, если хотите, я вам советую попробовать, да, ну, лучше пользуйтесь старым NiceHash на старой платформе, что я, собственно, и делаю, и будете получать свои, на данный момент, там, 50 центов с видеокарты. Итак, вы поняли, да, флешка нам нужна минимум на гиг, на 1 гектар, на десятки нормально вы все это отредактируете, на семерки будут проблемы, поэтому делайте все на десятки, либо же на Linux. Вот. На главном рабочем экране вы не увидите ничего, можете даже не вводить свои инхоз. Все, что вам требуется, в конфиге вставить биткоин адрес и подключить клавиатуру. Хотя даже, я даже не пробовал, можно, можно даже без, без нее. Вот такой вот стайл, вот такой вот майнинг на SPA. А теперь перейдем к этому видео. Записать флешку или как это все настроить. Все делается очень просто. Давайте зайдем, зайдем в новый кабинет. Я думаю, все знают, как это сделать. Вам нужно будет в старом кабинете, вот здесь нажать Start Using и создать новый пароль. После этого вас пустят сюда. Теперь следующее. Вам нужна будет флешка минимум на 1 гектар, да, на 1 гиг. Вот он загрузился и нажимаете вот здесь, перейти в менеджер ригов. Видите, что New NiceHash.com My Dashboard. И перейти в менеджер ригов. Здесь нужно будет нажать кнопку Добавить новый риг. После этого нажать на NiceHash.com. Сразу объясняю, эта флешка, когда вы ее запишите, там некоторые разделы, там не будет никакой буквы. Там один будет только файлик конфиг. Вот этот файл конфиг вы будете править. То есть, ваша ферма загружается с этой флешки. Здесь будет образ Linux, который занимает примерно 500 мегабайт. Давайте сейчас зайдем, нажмем сюда и нажмем Загрузить для начала. Сохраним. Видите, что ГЗ. Кстати, да, если будет вам интересно, у нас есть своя группа в Телеграме. Вот, компьютерная помощь, ребят. Заходите сюда, у нас здесь так же самое есть канал. Заходите, подписывайтесь, задавайте свои вопросы. Видите, мы здесь вообще по железкам общаемся. Вот, человек продает железо 1660Ti. В общем, суть какая. Давайте, оно пока качает. Здесь еще нам предлагается, видите, копировать наш адрес кошелька. Заходим, скачать руководство и читаем. Здесь ничего сложного нету, здесь все на русском, кстати, есть. Это что-то мне на английском попало. В общем, если что, переводчиком переведете. Ну, мне попадалось на русском. Что нужно будет сделать? Нам нужно будет вот эта утилитка. Etcher Tool. По первой ссылочке переходим. И когда вы запишите флешку, кстати, вот этой утилитой, у вас все заработает, все будет прекрасно. Но если вы захотите ее просто отформатировать с помощью Windows, у вас ничего не получится. Я вам сразу говорю. Я заходил с LiveCD Стрельца. Там просто уже все предустановленные программы. И там есть Acronis Disk Director. С помощью его я уже делал, удалял все разделы, менял файловую систему. Вот. И уже после этого я смог ее отформатировать. На данный момент, если я не ошибаюсь, на данной флешке я записывал в Windows. Ну, давайте зайдем. Подключаю свою флешечку. Видим, что есть. Да, видите, что здесь на данный момент стоит десятка. Я ставил на данную ферму, что сейчас вот работает, на которой мы будем сейчас тестировать. Десятку. Переустанавливал. Давайте запустим данную утилиту. Установим ее. Ладно, сейчас разберемся. Выбираем здесь Select Image. Идем в загрузки. Вот эту папку находим, которую мы скачали только что. Вот. Enhose Production. Открыть. И нажимаете Flash. То есть, все, что есть на флешке, у вас отформатируется. Все. Пускай оно здесь записывает. А мы на данный момент найдем... Вот. Вот этот вам нужно будет ввести Enhose. Да. Вот. Видите. Там, где логин вас попросит. Вам нужно будет нажать Enhose. Вот. А вместо пароля просто нажать Enter. То есть, пустой пароль. После этого вы увидите, что у вас все заработало. В личном кабинете. Но. Когда мы сейчас запишем эту флешку. Нам нужно будет открыть текстовым... Ну. Редактором. Любым документом. Там. Notepad. Блокнотом. И здесь, где BTC. Нам нужно будет ввести вот этот новый адрес. Кстати. Не старого кабинета адрес. Вот этот. А новый. Потому что у вас ничего работать не будет. Но. Еще есть большой минус в том, что я манил сутки. И я заметил, что тот доход, который у меня был на старом. На Eshash. Здесь у меня был в два раза меньше. Это связано с тем, что это разные платформы. И как бы... Все зависит от тех людей, которые покупают рынок мощности. То есть... Здесь, например, продавцам, покупателям... Мои... Я не знаю. Я просто ни разу не покупал. В общем, на новой платформе намного меньше. На старой здесь около 12, если я не ошибаюсь. А здесь что-то 0,17. Видите, да? То есть... Все очень плохо. Поэтому пока те люди сюда не перейдут на новую платформу. Вы здесь нормально зарабатывать не будете. Плюсы данной платформы новой Eshash.OS. Я увидел в том, что, в принципе, вам нужна будет только флешка. Я заметил, что энергия потребления, кстати, не завышенная. И все очень быстро загружается. Никаких вылетов я не заметил. Я видел все свои... Все свои воркеры. Они здесь будут отображаться полностью. Вы можете их останавливать. Смотреть, что он там майнит. Чем-то напоминает High.OS. То есть, кто ей пользовался, тот поймет. Ну, мне он тоже не зашел, этот High.OS. А вот NiceHash. Прикольная штука. Да, мне действительно бы приколы было. Но если бы, конечно, заработок не резало в два раза, я бы пользовался бы NiceHash. Но на данный момент я решил перейти на Ethermine. И пускай помайнить ETH Classic. Потому что я думаю, что скоро что-то с ним произойдет. Что-то должно быть, это точно. Потому что что-то назревает. Доминация битка больше 60%. Я думаю, что потихонечку мы дождемся того момента, когда перелется все с деда в вальткоины. Поэтому все будет норм. Здесь, видите, есть пример. В принципе, я здесь вообще ничего не менял. Я вам и не советую. Вообще, Wi-Fi лучше не пользуйтесь. Хотя, не видите, что это все разрешается. Но я читал, что есть все-таки вылеты. Все, что нужно будет ввести, вот только свой биткоин адрес. Вставить флешку, отключить жесткий диск. Все подключать, вставить флешку. И вас он должен автоматически с него и загрузиться. Так же самое вы можете не вводить даже свой логин и пароль. Он автоматически заведется и будет майнить. И вы увидите у себя в личном кабинете здесь все пункты. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok